Мама хотела, чтобы я закончила. Она экономист, она бухгалтера. Но я сказала, нет, мам, я хочу шить, я вот этим посвящу свою жизнь. Тогда мне отец мой сказал, Хазам, если ты пойдешь шить, ты должна научиться шить так, чтобы к тебе никто не мог придраться, чтобы комар носу не подточил. Ну мы посидели, подумали, что мы можем преподнести. Допустим, в подарок мэру города Бурсы. Мы решили, что это будут куклы в национальных костюмах, представляющие наш народ, наш костюм. И вот я подумала, что я смогу это сделать. Очень часто я стараюсь придерживаться именно старинного крымско-татарского костюма. Я где-то черпаю это из литературы. Я черпаю из своих воспоминаний, из рассказов моей биташки, как это было до депортации, во что наши девушки, парни одевались, какие, допустим, были хушахлар, как были обшиты фески. Я стараюсь больше привносить старинного крымско-татарского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!